Мир вам, уважаемые друзья и дорогие коллеги! Мы с вами снова на канале Психо-Артуре, который всегда на вашей стороне. Благодаря нашей эмблеме, нашему девизу о рухоплаке и мёртвых разбивая молнии, мы сегодня будем разговаривать на очень-очень важную тему. Очень часто люди жалуются на утомляемость. Мы вам расскажем не только о том, какая самая частая причина утомляемости, о чём мы, кстати, вам уже рассказывали, мы расскажем вам о том, как диета может соотноситься с этой самой частой причиной и что здесь за взаимосвязь, как на это всё можно на самом деле воздействовать. Причём, как вы понимаете, сегодня речь о лекарствах не пойдёт. Много раз вам рассказывали о том, что наше население находится в состоянии стресса, и этот стресс начался ещё в 22-м году. Надо вам сказать, что тогда проводились опросы, я думаю, что опросы проводятся и сейчас, но вот старый опрос мы просто взяли из нашей старой презентации, у нас был такой ролик, пожалуйста, его посмотрите. В ЦОМ заявил об усталости 90% россиян, на что россияне жаловались, что мужчины жаловались на то, что они устали на работе, а женщины жаловались на то, что они устали от семьи и детей. Ну, это понятно почему. Потому что люди, ну, как бы, хватаются за привычные понятия, когда они хотят рассказать о том, что им плохо. Ну, и не всегда можно обо всём говорить открыто, но постепенно, вот вы знаете, до многих людей постепенно доходит, что на самом деле их проблемы связаны не столько с работой, не столько с детьми, не столько с семьёй, сколько с нарастающей стрессовой ситуацией, которая, собственно говоря, в нашей стране есть. Ну, что там говорить, продолжается специальная военная операция, ну, и, конечно же, вот это всё сопровождается развитием усталости. Я, конечно, не знаю, какой сейчас процент людей жалуются на утомление и усталость, может быть, уже 100% россиян, а не 90%, но это не суть. А вот почему так много людей жалуются на усталость? Обратите, пожалуйста, внимание, стресс, и, собственно говоря, автор этого понятия Ганс Селье, вот он нарисовал очень интересный график. Начинается стресс, тревоги. Человек столкнулся с каким-то новым опасным событием, у него возникает тревога, потом он пытается адаптироваться, а вот когда он адаптироваться не может, наступает стадия истощения. То есть его ресурсы истощены, и, собственно говоря, наступает вот это самое утомление. Вот у нас очень часто социологические различные компании опрашивают людей относительно их тревоги. На самом деле очень интересно опрашивать их о тревоге и об утомлении. И тогда можно посмотреть соотношение между теми и другими, или сочетаниями даже этих признаков, и можно смотреть, куда, собственно говоря, двигается вот эта кривая стресса. Как бы то ни было, мы считаем, что причина вот этих частых жалоб на утомление является так называемое расстройство адаптации. Конечно, не все достигли стадии психического расстройства, многие еще, к счастью, этого не достигли. Но, тем не менее, расстройство адаптации – это психическое расстройство, которое возникает как дезадаптивная реакция на установленный психосоциальный стрессор, то есть психотравмирующую ситуацию, или множественные стрессоры, то есть много причин для психотравмирующей ситуации. Я думаю, что последнее определение подходит именно к нашей с вами ситуации. Здесь не только болезнь, инвалидность социальная, но здесь социально-экономические проблемы. Я уже говорил, и СВО рассказывал об этом. Ну и, конечно, вот этот стресс возникает, и стрессовые события вызывают беспокойство, неприятные мысли о стрессоре. Вот эту самую тревогу. Трудно адаптироваться, невозможно пребывать в этом самом стрессе. Ну и дальше у нас с вами начинается значительное нарушение в личной, семейной, социальной, учебной, профессиональной и других важных сферах функционирования. Все это очень и очень здорово. Ну почему жалуются на утомляемость? Ну просто потому, а вот как вы будете объяснять, что вам трудно работать? Ну первая мысль, конечно, у мужчин приходит – утомляемость. Как вы будете объяснять, что вам трудно управляться семейными делами? Я обращаюсь к женщинам. Ну, конечно, скажу, что я утомлена, я устала. Ну, обратите, пожалуйста, внимание, что в принципе расстройство адаптации, мы много раз об этом говорили, это вещь, которая лечится психотерапевтически и даже может проходить без лечения. В большинстве случаев проходит вообще-то говоря без лечения, никто здесь психотропные препараты не назначает. Беда, однако, состоит в том, что если у нас психотравмирующая ситуация продолжается, одна ситуация, и беда состоит в том, что ведь мы с вами должны понять, что от стресса страдают самые разные люди. Ну, например, есть люди, есть такое психическое расстройство, которое называется переедание, связанное с другими психологическими расстройствами. Переедание приводит в тучности, к тучности является реакцией на стресс. Дистресс – это, собственно говоря, плохой стресс. Так вот, многие люди начинают во время стресса переедать. Ученые установили, что в 41% вот это переедание, связанное с другими психологическими расстройствами, приводит к ожирению. Итак, у человека развивается ожирение. Как это может повлиять на сложившуюся ситуацию? Надо вам сказать, что и без психологических вот этих причин, без переедания вызванного психологическими причинами, в нашей стране ожирение – довольно распространённое явление. Не случайно вообще лечением этого ожирения… Сейчас Минздрав, он всё больше и больше озабочен этой проблемой. Там, видимо, какую-то программу, я не очень в курсе, видимо, какую-то программу составляют, кого-то там за это отсутствие этой программы там чехвостят. Ну, обратите внимание, это очень и очень солидное исследование. Наше отечественное, посвящённое распространённости ожирения. Обратите внимание, что, в общем-то, ожирением приблизительно 31% населения составляет, среди мужчин меньше, среди женщин больше. Вот там справа по возрастным группам это распределение. Просто посмотрите, остановите трансляцию, кому это интересно. Представьте себе, представьте себе, что эти люди тоже могут страдать от стресса. Я думаю, вам понятно, что это действительно так. На всякий случай немного вам расскажу о том, как определяется ожирение по индексу массы тела. Вот есть определённый интенс массы тела. Здесь таблица, это свыше 30, которая свидетельствует о том, что это ожирение. Индекс массы тела рассчитывается очень просто. Каждый может сделать, повзвеситься свой вес в килограммах и делим на рост, выраженный в метрах. То, например, рост, там, предположим, метр девяносто, это значит один, запятая девять. Вот этот рост возводим в квадрат, делим килограммы на рост, возведённый в квадрат. Я делаю проще. Я просто беру, поскольку у меня калькулятор в компьютере, делю вес, выраженный в килограммах, один раз на рост выраженный в метрах, а потом второй раз на рост выраженный в метрах, получая тот же самый индекс массы тел. Лирическое отступление закончили. Теперь мы расскажем о том, что творится у человека, который страдает ожирением по самому, уже страдал ожирением или начал страдать ожирением, которое у него развилось вот в этой самой психотравмирующей ситуации. Обратите, пожалуйста, внимание, вот многие думают, что жир – это просто некий баланс. Это не так. Так, жировая ткань, она способна для того, чтобы жить, она очень хочет жить. Так вот, для того, чтобы ей жить, она испускает огромное количество различных веществ, в том числе и тех веществ, которые вызывают воспаление. Зачем нужно, собственно говоря, жировой ткани воспаление? Воспаление у любого человека – это, как ни странно, приспособительная реакция. Да и вообще, у любого живого существа воспаление – это возможность, чтобы кровь приливала к этому месту. Ну и, соответственно, вместе с кровью у нас приливали различные вещества. Ну, воспаление нужно, например, для того, чтобы уничтожить инфекцию. И вот это всё приспособительная реакция, вот жировая ткань это использует. То есть, она устраивает воспаление внутри себя, чтобы попитаться нашей с вами кровью. Вот здесь написано «Синдром хронического воспаления жировой ткани», действительно такой есть. Вездесущая жировая ткань живёт в условиях нехватки, постоянно она растёт, ей нужно больше кислорода. Из-за этого её клетки гибнут. И ещё один дополнительный элемент, для чего она устраивает воспаление, чтобы поменьше гибли. Но даже если они гибнут, то всё равно некроз тоже сопровождается воспалением. То есть, жировая ткань – это постоянное воспаление. Ну и в результате у нас с вами и возникает вот это нарушение функций. Я думаю, что каждый врач знает, потому что, по-моему, это на втором курсе начинают учить, что воспаление – это жар, то есть повышение температуры, это краснота прилив крови, это отёк, признаки воспаления, это боль и нарушение функции. То есть, человеку становится трудно работать. Так что человеку, который страдает ожирением, у него хроническое воспаление, у него утомляемости будет гораздо больше. То есть, у него вот это фазное истощение, оно наступит гораздо сильнее. Что ещё плохого есть в ожирении? Механическое влияние жира. Дело в том, что накопление жира в животе, абдоминальное так называемое ожирение, способствует тому, что диафрагма поднимается вверх. На самом деле, дышать становится гораздо труднее. Но и это ещё не всё. Из-за того, что диафрагма поднимается вверх, как ни странно, повышается внутричерепное давление. Из-за того, что венозный отток затрудняется, потому что диафрагма поднимается вверх, внутри грудной клетки, прошу прощения, поднимается давление. И, соответственно, нарушается отток и нарушается всасывание ликвора. В общем, из-за этого, кстати, у больных ожирением часто возникают и головные боли. Но дело даже не этим ограничивает. Вот многие думают, что жир у них спокойненько располагается где-нибудь в животе или, предположим, на пёдке. Не так это. Жировая ткань, она способна к метастазированию. Она инфильтрирует печень, соответственно, нарушается функция печени. Она метастазирует, достигает, скажем, миокарда нашего сердца и поражает миокард нашего сердца. То есть, у нас с вами куча болезней, которые связаны с ожирением. И, соответственно, от этого можно устать и надолго. Что я в этом случае предлагаю? Я всегда об этом больным рассказываю. Просто почему-то никто не верит. Первый и самый простой метод, как вам улучшить своё состояние. Действительно, это очень и очень простой метод. И, в общем, очень и очень дешёвый. То есть, потому что он не то, что он не требует каких-то затрат, он на самом деле способствует тому, что ваши затраты снизятся. Это уменьшить количество принимаемой пищи. Причём, здесь мы уже говорили, это на самом деле очень и очень простая вещь. Обратите внимание. Кто-то до сих пор пытается считать калории, никто сейчас, эндокринологи, этого не делают. Список продуктов первой группы, которые можно не ограничивать. Почитайте эти продукты. Это, в принципе, зелень, это капуста, это помидоры, огурцы, ну, то есть, овощи, это морковь. Всё здесь перечислено. Можете есть в любом количестве. Конечно, при приготовлении нужно использовать как можно меньше жира. А жир – это масло. Причём, обратите внимание, в растительном масле жира гораздо больше, чем в масле животном. Ну, и дальше идёт вторая группа препаратов. Прошу прощения, препаратов. Вторая группа продуктов, которые надо ограничивать. Причём, как следует употреблять в умеренном количестве. Что значит умеренное количество? Ну, примерно в половину от того, что вам хотелось. Пожалуйста, прочитайте эти продукты. Ну, и, наконец, есть третьи продукты, которые, кстати, почему я говорю, что можно сэкономить, очень и очень дорого стоят. Ну, гораздо дороже, чем, скажем, огурцы и помидоры. Это там и мясо жирное, это и жирная рыба, это там и жирный творог, это и сыры. Вот эти препараты, опять препараты, да, оговорка по Фрейду. Вот эти продукты надо исключать. Вот если вы это сделаете, то даже без лечения в этой создавшейся стрессовой ситуации вам станет легче. Потому что вы начнёте худеть, и у вас будет меньше воспаления. Конечно, вы мне скажете, ууу, как это просто. Мы не говорим о том, что это просто. Потому что очень часто за ожирением, и мы это не скрываем, посмотрите, у нас есть плейлист, который так и называется «Ожирение». За ожирением стоит пищевая аддикция или пищевая зависимость. Вот если вы сравните этих двух людей, один страдает ожирением, а другой страдает алкогольной зависимостью, в чем, что их объединяет. Они продолжают есть, а другой продолжает пить, несмотря на вредные последствия, которые наступили для их организма, для их здоровья. И это, кстати, очень и очень характерно для зависимости. Конечно, вы от этой зависимости избавиться сами, без помощи психотерапевта, без помощи эндокринолога. Вы вряд ли сможете, или там без помощи психолога даже, который специализируется на консультировании таких больных, вы сами не сможете избавиться. Но, тем не менее, шанс такой вы можете использовать. Зачем я вам это всё рассказываю? Вовсе не для того, чтобы рассказывать о том, что вот есть диеты, которые там бывают полезными, бывают бесполезными. Нет. Я хочу вам дать понять, что если вы страдаете от утомления, и это утомление связано с расстройством адаптации, которое сейчас есть у многих, и если вы при этом страдаете ожирением, то вы можете совершенно спокойно взяться за ожирение, даже без участия врача. И это на самом деле очень-очень важно, потому что многие пациенты нам пишут, что у них проблемы, связанные с деньгами, и, соответственно, они, конечно, даже не могут оплатить никакую консультацию. Так что вот я вам предлагаю определённый выход. Конечно, вы не снимете все свои проблемы, но кое-какие проблемы вы снимете. И поверьте мне, если вы сможете похудеть, даже незначительное снижение массы тела, предположим, на 3-5 килограммов, способно увеличить прибыль у больного ожирения, способно увеличить продолжительность жизни. Причём на несколько лет, поверьте мне. Мы считаем, что это благая весть, которую мы вам сообщили благодаря нашему психфармачу. Ну и, как всегда, распространяйте эту информацию по интернету. Давайте помогать друг другу, да? Пожалуйста, подписка, лайк, комменты, становитесь спонсором нашего канала. Ну и хотите отблагодарить нас за этот ролик, в описании вы найдёте реквизиты счёта. До новых встреч!